Красиво звучит. Добрый день, уважаемые родители. Продолжаем разговор о звучно-кишечном тракте ребенка и плавно переходим в другие проявления проблем с этим связанных. Я надеюсь, что информация, полученная вами, поможет вам наладить правильный быт и правильное питание вашего ребенка и избежать каких-то ошибок. Я понимаю, что вы делаете не со зла, и злочек побуждений, но иногда благими намерениями дорога выслана сами знаете куда. Так вот, следующее клиническое проявление таких состояний желудочно-кишечного тракта – это запор. На самом деле, как говорится, что лучше – запор или понос, и то плохо, и другое плохо. Значит, запор – действительно ситуация не очень хорошая. Оно должно вас насторожить. Давайте мы определимся, понятие, что такое запор. Часто спрашивают, вот ребенок там ходил три раза в день, и вдруг стал ходить один раз в день – это у него запор. Или вот он сегодня не покакал, а я-яй, что делать, надо применять какие-то резкие меры. Это запор? Нет. Значит, это не запор. По одному-двум дням определить состояние запора невозможно. Обычно берется кратность появления стола в течение недели. Если ребенок не ходит каждый день, и это становится регулярностью, то есть только несколько раз в неделю, допустим, через два дня на третий, и у него появляются периодически боли в животе, и отделение газов достаточно обильное, это проблема, которую нужно решать, которая требует вашего вмешательства. Что же делать? Значит, запор не обязательно действие, изменение, нарушение желудочно-кишечного тракта. Это может быть нарушение работы и поджелудочной железы, и щитовидной железы, и печени, и некоторых других органов. Вот. Иногда все становится очень просто. Стоит только поменять, скажем, режим питания, или определенный рацион питания. Лучше всего добавить такому ребенку продукты, которые активизируют работу кишечника. Это если нет лактозной недостаточности, то есть если молоко он воспринимает нормально, лучше всего использовать молочнокислые продукты, в частности йогурты, био-йогурты, да, вот био-йогурты, где есть бифидобактерии, которые определяют микрофлору кишечника, и вы помните. Если ребенок постарше, ему можно давать сухофрукты, овощи, такие как свекла, морковь, яблоки. Очень хорошо, особенно если нет аллергии. Значит, кроме того, надо понимать, что запора может быть следствием обезвоживания. Вот здесь очень важно наладить питьевой режим ребенка. Ребенок должен пить, вот, причем то, что он пьет во время приема пищи, в частности, там, молоко или молочной смеси, жидкостью не считается. Считается жидкостью это либо вода, что наиболее хорошо, либо какие-то соки, компоты, морсы, но это уже у детей более старших. У детей младших, особенно первых шести месяцев, основную жидкостью должна быть простая вода, без всяких добавок, без сахара, без всяких там сиропов. Вот, естественно, что там напитки, продающиеся в общепите, типа кола, фантов, спрай, с этих всяких разных там, и так далее, вот, они не должны быть употреблены не только ребенком, но и кормящей матерью. То есть, газированная жидкость, она в организм кормящей матери, я не говорю о ребенке, попадать не должна. Поэтому, вот такое средство от запоров, простое. Если это все-таки случилось, то старайтесь ликвидировать запор на ранних стадиях, это легче. Если не удалось и все затянулось, как экстренная мера, еще раз подчеркиваю, не злоупотребляйте экстренная мера, может быть использована клизма, небольшая. Клизмочку вы делаете с водным раствором. Вот, обычный раствор чуть выше комнатной температуры вода. Вот, сразу вас хочу предупредить, крайне вредно использовать для средства от запоров мыло, вставляющееся в заднепроходное отверстие. У детей такой метод неприемлем. Почему? Потому что мыло – это соли жирных кислот. Они очень сильно раздражают слизистую оболочку. И вы запускаете механизм нарушения слизистой оболочки прямой кишки у ребенка, которые могут через много лет, если вы будете это использовать достаточно часто, запустить механизм развития язв, геморроя или даже онкологических заболеваний прямой кишки. Поэтому это использовать для детей ни в коем случае нельзя. Но еще раз повторяю, что эта мера крайняя, и до этого лучше не заводить, не доводить. Поэтому вам необходимо наблюдать за кратностью стула у ребенка и бить тревогу, если эта кратность нарушается, причем бить тревогу сразу. Значит, следующим элементом нарушения работы желудочно-кишечного тракта у детей могут быть болезнетворные бактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну, например, такие, как сальмонеллы, такие, как кишечная палочка в большом количестве, в малом она нормальная, так сказать, она дружит с кишечником, а вот в большом количестве она уже не дружит, она уже кишечник обижает, поэтому от этого возникают проблемы. Ну, и микроб, называемый шинелла, который вызывает дизентерию. Значит, как понять, что у ребенка кишечная инфекция? Это всегда сильная интоксикация, то есть температура, понос, рвота, сильные боли в животе, причем, смотрите, если это только рвота, то проблемы в желудке. Если это рвота и понос, проблемы и в желудке, и в кишечнике. Если это понос, и в калии нет примесей крови, нет при пены, нет зелени какой-то, то это проблемы тонкого кишечника. Если понос, содержащий вот эти примеси, которые я сказал, это проблемы толстого кишечника. В особенностях сальмонеллы и шинелла, вот вызываемой дизентерии, это всегда нарушение толстого кишечника. Поэтому в калии такого ребенка, в жидком, будет примеси. Крови это практически всегда дизентерия. Прожилки крови, они могут быть такие красноватые ниточки или сгустки кровенистые. Это дизентерия с учетом того. Значит, если присутствует рвота, наиболее ранним элементом лечения должен быть активированный уголь или любой другой сорбент, который применяется с мекта, очень хорошо в возрастной дозе такой препарат есть. Практически всегда, если есть бактерия, скажем, та же шигела, та же сальмонелла, то в лечении ребенка используется антибактериальная терапия. Но антибиотик должен быть подобран именно под ту бактерию, которая в данном случае присутствует. Поэтому нужен посев на чувствительность. И пока посев есть, применяются антибиотики широкого спектра действия. Но они должны обязательно быть, обязательно воздействовать на желудочно-кишечный тракт. Потому что если проблема в толстом кишечнике, антибиотик всасывается в желудке, то, естественно, он никакой пользы не принесет. Здесь нужно очень внимательно подходить к особенностям антибактериальной терапии. Ну и, соответственно, диета. Обычно в таком состоянии ребенок ничего не ест, и это не трагедия, а это защитная реакция организма. То есть ребенок, ничего страшного в этом нет, не надо его насильно кормить, не надо ему пихать ничего, вы сорвете ему еще больше, сделаете хуже, и наоборот, его лучше выдержать подольше без еды, но при этом максимально использовать питьевой режим. Причем не просто вода. Вот здесь можно использовать воду чуть-чуть подсоленную. Вы получаете физраствор, она быстрее всасывается, и она очень сильно, вот эта подсоленная вода, очень сильно нивелирует процесс обезвоживания клеток. поэтому питьевой режим должен быть у вас на контроле. Даже если ребенок не хочет пить, отказывается, его рвет от воды, вы все равно воду в него заливаете. Это может быть ложечками, это может быть пипеточками, это может быть, вы набираете ее в шприц и вводите в рот ребенку, он без иглы, естественно. Надеюсь, вы догадаетесь. Без иглы вводите шприцом в рот ребенка, и тогда пусть он плевется, ругается и так далее, что-то попадет и всосется. Поэтому это нужно знать. Значит, кроме бактерий, кишечное какое-то нарушение может вызвать вирусы. Есть целая группа вирусов, которая так и называется энтеровирусы, то есть вирусы, которые очень любят кишечник человека. И клинически проявляется точно так же, как бактериальная инфекция. Рот, понос, головные боли, интоксикация и так далее. И все было бы замечательно, и все было бы понятно, если бы не один момент. Вирусная инфекция антибиотиками не лечится. Бессмысленно давать антибиотики, если у ребенка вирусная инфекция. Как отличить? Отличить в основном по стволу. Вирусы, энтеровирусы никогда не поражают толстый кишечник. Соответственно, примесей в кали, в горшке, не будет. Будет жидкий стул, будет, может быть, слизь, но не будет ни зелени, ни крови, ни пены, ничего такого. И если интоксикация не очень высокая, то есть температура, скажем, держится и может держаться долго, но не запредельная и так далее. и общее состояние ребенка, более не менее неплохое, то, скорее всего, это вирусная инфекция. Особенно, если болеет кто-то еще из членов семьи. Обычно вирус, он поражает других больше, быстрее, чем микроб. Потому что микроб надо съесть, а вирус летает по воздуху. Поэтому заражение других членов семьи наступает быстрее. Так что это тоже один из диагностических моментов. Поэтому здесь лечение должно быть исключительно симптоматическое. Прежде всего, это питьевой режим, покой, снижение температуры в зависимости от того или иного ее повышения. И вот в дальнейшем потихонечку налаживание деятельности желудочно-кишечного тракта. Ну вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать, я сказал, я понимаю, что я далеко не на все ваши вопросы ответил. Но если они возникают, если что-то упущено нами сегодня, если мы не сумели ответить на все ваши какие-то вопросы или какие-то проявления у вашего ребенка, пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте. Мы ответим либо в чате, либо на канале в YouTube, либо будет специальная лекция, посвященная ответам на ваши вопросы. Так что обращайтесь. А сегодня наша встреча подходит к концу, к сожалению. И будем ждать наших новых встреч, новых общений, новых открытий в физиологии вашего ребенка. Я желаю вам всего доброго. До свидания. И будьте здоровы и счастливы. До свидания. До свидания.